Всем привет, меня зовут Олеся. Как вам мои новые серьги? Я их купила ближайшие подружки, увидела и поняла, что выходить из магазина без них нецелесообразно. А сегодня, когда Надеева вдруг вспомнила, как в универе один из преподов меня называл дамой склонной к эпатажу. Вот сегодня это соответствует действительности. Хотя человек он умный, может быть и в целом соответствует действительности. Но я думаю, что вы догадались, что я собираюсь сегодня краситься. Я сегодня, как вы догадались, буду тестировать много новой косметики. И самое интересное из этого, конечно же, тональный крем. Я в последнее время снова вернулась к их тестированию. И на этот раз просто он очень интересный. Это от бренда It Cosmetics, тональный крем, который называется CC Oil Free Matte. На моем канале уже есть тестирование брата вот этого тонального крема, классического CC крема. И он мне в целом понравился. Он был клевый, он так легко распределялся. Он хорошо, кстати, защищал от солнца. Мы сейчас об этом поговорим. И он очень многим людям нравится. Я тут делала недавно рейтинг тональных кремов по версии зрителей. И его, по-моему, человек 6 назвали. Я думаю, назвали бы и больше, если бы он был доступен в России. Свой тональный крем я купила на Каут Бьюти. Он у меня тогда закончился. И в целом у меня не возникло желания его повторить, потому что все-таки жирнился. И мне показалось, что он больше подходит обладателям сухой кожи, нормальной, склонной к сухости. И тут, в прошлом году, они выпустили вот этот тональный крем, типа матовая текстура, все дела. И в составе этих тональных кремов от It Cosmetics, в отличие от подавляющего большинства тональных на рынке, находятся именно физические фильтры. Диоксид титана и оксид цинка. На самом деле, это большая редкость. И это происходит потому, что все хотят классных потребительских свойств своих тональных кремов, чтобы потребители не жаловались, не ныли. И с другой стороны, производителям очень хочется поставить на упаковки заветные цифры SPF 15-20. Ну, редко бывает больше. И что же делать? Дело в том, что физические солнцезащитные фильтры, они очень круто влияют на текстуру не в хорошем смысле. Первое. Они могут бликовать на камеру. То есть, если на вас будет направлен источник прямого света, а в тональном креме либо в пудре содержание высокое физических фильтров, они же работают как экран, то они, в свою очередь, физически все это отражают, и лицо выглядит белесым на камеру. Это первое. Второе. Это влияет на то, как это смотрится в жизни на лице, без всяких вот этих ламп, и не в лучшую сторону, как вы понимаете, потому что немножко как будто отдельным слоем лежат тональные кремы, в составе которых есть физические фильтры. Влияет на текстуру. Она становится такой более плотной, менее такой пластичной, более такой, знаете, пастообразной, что ли, что тоже, конечно, людям не нравится. Но бренд It Cosmetics очень отличается от всех остальных, и я думаю, именно это позиционирование позволяет вводить физические фильтры в состав своих кремов. Они уверяют на своем сайте, что этот бренд создан в коллаборации с пластическими хирургами, с дерматологами, ну, в общем, с разными умными людьми, которые разбираются в красоте. Дело в том, что в косметике есть действительно такой, знаете, провал, белое пятно для людей, у которых серьезные проблемы с кожей, и которые не могут носить на себе какую-то классическую косметику, потому что многие компоненты, как правило, влияют не лучшим образом на людей и усугубляют состояние их кожных проблем. А еще есть также белое пятно для тех, кто только что всякие манипуляции с лицом произвел в кабинете у косметолога. Почистил лицо, оно красное, вот такое вот распаренное, какое-то опухшее, отекшее. Или, например, наколов лицо, инъекционные методики оставляют кучу тоже папу на лице. И не советуют, в общем-то, врачи и косметологи наносить поверх этого что-либо. И вот бренд It Cosmetics взял на себя такую большую ответственность, как этот пробел ликвидировать, потому что вот эту косметику, по их заверению, можно наносить на лицо сразу после пластики либо после всяких косметологических процедур. Потому что в их составе, ну, в основном, гипоаллергенные компоненты, вообще их не существует в природе, потому что есть такое понятие, как индивидуальная реакция. Но вот тем не менее, они постарались сделать максимально инертные составы, но в то же время есть там какие-то регенерирующие кожу компоненты, не знаю, экстракты растений, разные полезные штуки. Я попыталась вспомнить еще что-то, кроме экстрактов, ну, вы поняли, и как раз отсутствуют те компоненты, которые признаны спорными. Ну, например, в их пудре нет талька, предположим, да, но есть другие там минералы, там антиоксиданты в составе обязательно в виде витамина Е, в виде токоферола цитата, ну и т.д. Так, а я сказала, что еще буду показывать? У меня, кстати, уже консилер под глазами, он от Эвелин сегодня. Ой, я сегодня решила коралловое настроение реализовать, потому что у меня есть палетка сегодня от Nabla. Это не новинка, ей уже 100 лет в обед. По-моему, в прошлом году выпустили вот эти маленькие палетки Nabla, вот такие шестерки, которые сейчас так модны. Я подумала, что вот эта гамма мне подойдет для Таиланда, потому что она такая красивая. Мне, конечно же, понравился вот этот оттенок, и мне ужасно понравился по свочам вот этот оттенок, который у них называется мандариновым. Я купила от Крыгина Космерикс вот эту штуку, которую планирую использовать в качестве румян. Я когда увидела по свочам оттенок конкрита, вот этого конкретно, он называется Salmon, я поняла, опять же, что без него очень мне будет одиноко и грустно. Я обожаю такие оттенки. Блин, какая это все-таки жестянка громкая и нескладная. Так вот, очень мне понравился оттенок здесь на ободке, и, каюсь, я наносила это на глаза. И буду честна с вами, это не продержалось. Оно у меня во все складки там порасползлось. Ну и т.д. и т.п. В общем, на глазах само по себе это носить не вариант. Но надеюсь, что на лице он будет вести себя немножко лучше. И еще из новинок, для того, чтобы дополнить это самое коралловое настроение, я купила вот такой блеск, хваленый на просторах ютуба от Catrice, который называется Generation Plumb and Shine. Мне очень понравился, опять же, этот оттенок. И когда я его увидела, он у меня в голове срастился с вот этим оттенком. Я подумала, что должен быть очень красивый такой летний макияж. И я хочу сегодня нанести этот тональный крем. Сразу скажу, про него говорят разные. Прежде всего то, о чем я болтаю, что он, этот тональный крем... Блин, какой он темный, посмотрите. Я взяла оттенок Light. И в прошлой версии, в классическом CC креме, Light мне очень подходил, потому что он был зеленцой. И этот совершенно не зеленцой, гораздо более темный и очень сильно загорелый. То есть оттенки у них не совпадают. Так вот, что говорят, что текстура такая олдскульная, да, она тяжело распределяется. Надо просто понимать, почему это происходит, и понимать, почему это так странно пахнет. Это все из-за большого содержания физических фильтров. То есть и ягодку съесть, и... И что еще? Ладно, не надо эту поговорку вспоминать. Ну, вы поняли. В общем, невозможно сделать все хорошо, чтобы и пахло чудесно, чтобы текстура была современная, а не такая немножко резиновая. И чтобы по-настоящему защищал тональный крем. Вот почему-то сейчас, когда я наношу это все на лицо, мне кажется, что все-таки такая комбинаторность свойств была лучше реализована в первом сиси-креме. Это я сейчас так обиделась на несоответствие оттенков, что начинаю поклеп. Ну вот ничего вроде распределяется. Что-то начала кисточкой наносить, и поняла, что мне не нравится. Слушайте, какая плотная текстура. У того тональника такая она была немножко текстура вроде как гелевая, а здесь прям плотненький такой. С другой стороны, под него не нужно наносить санскрин. Ну, правда, в Таиланде я все равно буду наносить санскрин. Это просто будет двойная защита. А вот если в городе им пользоваться, то этого SPF, а это, кстати, SPF 40 здесь заявлено на упаковке, будет достаточно для того, чтобы не пользоваться еще одним дополнительным слоем. Ну, что я могу сказать? Мало того, что он достаточно быстро распределился, так и сейчас, когда он уселся, и когда я его прибила спонжиком, он смотрится вполне себе натурально. При этом он так красиво смотрится на порох, он их так хорошо маскирует. Вот этот блик сейчас от кожи, который вы видите, это на самом деле, опять же, рефлексия от моей лампы. Если выключить все это дело, то это будет такой современный матовый финиш, от которого немножко фонит. То есть это вроде как и матовый, но не доматовый. То есть это скорее такой эффект натуральной кожи. Очень мне нравится, как это выглядит. Тон лица выровнен. Степень покрытия, она средняя. Ни в коем случае не слабая. И даже не, как я люблю сказать, между слабой и средней. Нет, вполне себе хорошая такая маскирующая способность. Не знаю, по-моему, очень классный летний тон. Посмотрим, как он будет носиться, какова его стойкость. Правда, я смогу это по большей части оценить, уже будучи в Таиланде. Сейчас не так-то жарко, чтобы понять. А он в основном как будто бы летний тон. Поверх я буду наносить Елены Крыгиной конкрет. Прямо сразу, пока это все не застыло. Я возьму эту злополучную жестянку. Блин, как же она стрёмно гремит. И нанесу немножечко сюда этой субстанции. Так, наверное, надо брать кистью. Так, какую же кисть изнахратить? Почему-то мне так все жалко. Мне кажется, потом отмыть это будет довольно проблематично. Ну вот, на заклане я беру Зоева 122-ю кисточку, потому что пользуюсь ей не так-то часто. И я думаю, что простительно ее использовать для этих целей. Ну вот, набрала, набрала. И наношу. Так волнительно. Так. Пока полет нормальный, только очень сильно ярко. Мне очень понравился этот оттенок, потому что он опять же уходит в неон. Это такой розово-лососевый, очень красивый. Помните, недавно я тестировала потрясающей красоты румяна от Make Up For Ever. По-моему, оттенок назывался B210, если не ошибаюсь. И вот это та же самая история, но только уже кремовая. Я надеюсь, что она будет стойкая, вот просто до невозможности. Все-таки на глазах у меня почти ничего не держится. На лице я надеюсь, что будет немножко получше. Ну, распределила. Мне такой мизерной капельки хватило для того, чтобы наделать себе таких красивых, как всегда, немножко ярких щек. На глазах у меня уже база и остатки, я подумала, будет не грех вот сюда снять с кисточки. Ну, слушайте, мне кажется, что вот такая вот стиплинг браш идеальное решение, потому что очень я боялась переборщить. Так, ну все, я практически сняла с этой крышки. Вот. Ну, еще немножко сюда. Будет такая, знаете, подложка под тени. Вот. Вот. Слушайте, как красиво. Уже можно накрасить ресницы. Мне кажется, макияж летний готов. Я не вижу, чтобы эти румяна, ну, в смысле конкрет, разъели мне тональный крем. Так, приступаю к теням. Я делаю макияж при помощи оттенка Feelings. Набираю. Слушайте, он достаточно легко набирается. Он такой очень мягенький и, в принципе, такой рыхленький. Так, и что я делаю? И я наношу его в уголок. И я наношу его в складку и поверх крыгинского конкрета. Мне кажется, они совпадают по оттенку. Мне даже пришла в голову такая гениальная мысль, как нанести этот оттенок, так, вот этой кисточкой, наверное, еще и поверх крыгинских конкретов. Сейчас вобью в кисть и чуть-чуть этим займусь. С какой целью я это делаю? А я не знаю, с какой целью я это делаю. Просто вот пришло в голову, и я делаю. Нет времени думать, надо делать. Это мой девиз по жизни. Ярко, сочно, молодежно. Для начала я нанесу еще это и на нижнее веко. Вот так. А потом мне идти к врачу-стоматологу, который каждый раз попадает на мои самые криминальные макияжи, самые яркие, самые броские и самые странные. Я даже не знаю, что он обо мне думает. Может быть, он думает, что я прихожу с какой-то работы, которая требует ярких макияжей. Он очень тактичный доктор, никогда ни сном, ни духом. Нет, правда, он иногда жалуется, что мои тональные отпечатываются на его рукавах халата. Я все-таки решила взять этот Red Shape на маленькую кисточку, нанести на нижние веки, и как раз поверх я нанесу темно-коричневый оттенок. И получится у меня нечто такое коричнево-красное, по моей задумке. По задумке великого колориста. Беру оттенок Anyway и наношу. Да, все-таки есть какая-то определенная логика в создании вот этих маленьких палеток. Здесь сразу видно, за что хвататься, что брать. И, в общем, фантазия, с одной стороны, как бы и ограничена, а с другой стороны, вполне вероятно, результат будет получаться более красивым и классным. Потому что, когда много оттенков, нужно реально понимать в колористике, как сочетать все эти оттенки друг с другом. А особенно, если нужно быстро-быстро бежать, то большие палетки скорее портят все, нежели ситуацию улучшают. А еще бывает, что человек выбирает какие-то выигрышные сочетания в большой палитре теней и только ими пользуется. А все остальные стоят как сиротиночки. Я решила маленькой кисточкой еще темного оттенка донести, как обычно, в слизнячок. Я люблю, чтобы здесь было очень четко. Четко! А вот этой маленькой кисточкой матовый оттенок темно-коричневый прекрасно наслаивается. Так, теперь я берусь за украшение своего макияжа и, конечно же, возьму вот этот розовый оттенок I got you и нанесу. Слушайте, он прям какими-то кусочками набирается на кисть. Он такой рыхленький и прям снимается, знаете, целым пластом. Не надо, наверное, сильно шуровать кистью. Слушайте, как интересно. На кисточке, вот когда я его сейчас набрала, он смотрится рыже-розовым. А здесь он смотрится просто розовым. Теперь интересно, каким он будет на веке. На веке он розовый с рыжим. Очень красивый оттенок. Слушайте, как он мне нравится. Мандариновый оттенок я решила зачем-то набрать на палец. С какой целью, не знаю. На самом деле, это топпер. Я это поняла, когда делала свочи сегодня. И вот я его наношу на серединку своего века. И он такой блескучий, такой яркий, такой красивый. Так, попробую набрать все-таки кисточкой, показать его все возможности вам. Так, на кисточку он набирается неохотно. Нужно прям елозить. В отличие от вот этого соседа, он совершенно какой-то другой. Вот что-то я поелозила, поелозила. Вот, что-то набралось. Теперь здесь попробуем воссоздать ту же картинку. Слушайте, ну, конечно, пальцем он поярче. Он сразу вот этот розовый оттенок приглушил на центре века. И добавил туда вот этих искорок. Очень красиво получилось. Мне очень нравится. Что, я, наверное, хочу завершить свой образ добавлением в уголок глаза затемнения. Беру вот такую кисточку от Наташи Шик. Так, кисточка в 0,8 оттенке. И вот этот темный оттенок набираю. Я решила собрать все крошечки. Вот эта вот кисточка, белочка, должна очень мягко растушевывать. На самом деле это смертельный номер, потому что в одной набле у меня темный оттенок шикарно тушуется. В другой набле он вообще не тушуется и цепляется, и все. И отказывается сдвигаться. И, по-моему, это тот самый случай. Похоже, да. Так, я беру другую кисточку. Так, вот эту возьму, которая наносила изначально оттенок. И попробую растушевать этот темный. Он не поддается. В общем, это та самая история, как и в палетке Soul Blooming. То есть темный оттенок максимально противный. И его хорошо использовать именно для углубления, для затемнения, для графики. Потому что он не хочет тянуться, ему это не нравится. Он ленивый, приклеился и сидит. Очень-очень мне не нравится то, что сейчас происходит. Ай! В общем, мы выявили пасхудину здесь в палетке. Это темный оттенок. Вернее, нет. Он для определенных целей, как я уже сказала, годится. Но только для определенных. Даже вот эта вот мягенькая белочка, она все равно его плотно сразу приклеивает. Ничего не попишешь. Можно было бы, конечно, не добавлять затемнения. Тогда макияж смотрелся намного легче, намного более, ну, по-летнему. А сейчас вот это добавление делает из него такой классический вечерний мейк. Хочу я еще немножко подтушевать это все вместе. Теперь нужно сидеть и вот этим заниматься. Тушевать, 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 накачивать себе руку, кисть, тушевать, тушевать. Я беру кисточку. Чем легче держишься за кисть, как это непарадоксально прозвучит, тем легче это все тушуется. Это на самом деле, опять же, говорю я для себя, потому что у меня есть знания, но у меня нет умения и нет навыка. И когда я вспоминаю, то я берусь за конец кисточки. А когда забываю, я беру вот сюда и вот так пытаюсь тушевать, как большинство людей. Так не надо. Вот такой макияж у меня получается. По-моему, достаточно симпатичный в уголок глаза. Я решила немножко мандарина жахнуть. Прям самую малость. Мандаринчика набираю. А вот эта кисточка чуть получше набирается. Наверное, еще тоже зависит, конечно же, от кисточки. И мандаринчик я жахлую в уголок. И здесь жахлую. Хотя нет, мне кажется, что вот этот, возможно, розовый. Нет, набирается розовый несравненно более легко, чем мандарин. Мандарин, он, знаете, какой-то даже более шершавый. А розовый, он мягенький. В общем, под бровь я решила нанести пудру Estee Lauder, которая Double Wear, которая недавняя моя новинка. Потому что мне влом идти за другими какими-то светлыми оттенками. И она вполне себе такая пигментированная. Я сейчас смягчу тушевку под бровью. Сделаю все это помягче, покрасивее. И вы знаете, мне только что пришло в голову, что тональный крем на лице настолько сидит хорошо и так он хорошо влип, что у меня не возникло желания сразу его припудрить. Вообще, на самом деле, я всегда пудрю тональники. Ну, там, несколько минут даю ему сессу. А в этот раз у меня совершенно не возникло такого ощущения. Он вообще не ощущается влажным. Понимаете, да? Вообще не ощущается. Слушайте, он такой приятный на коже. Слушайте, а я сказала, что я купила новый блеск даже под этот макияж. Я же сегодня подготовилась. Называется он Generation Plum and Shine. Я прочитала кучу положительных отзывов на эту линейку блесков от Catrice. Я подумала, что мне надо обновить свои блески. Особенно, опять же, перед Таиландом, где не сильно хочется пользоваться какими-то плотными помадами. Я прочитала, что эти блески не растекаются. Это то, что я люблю. Что они плотненькие, глянцевые. И мне это нравится. Я не люблю всякие водянистые, я рассказывала. Поэтому до, наверное, нанесения туши я нанесу блеск. Он очень приятно пахнет. Чем-то кондитерским. Я люблю такие запахи, такие вкусы. Ну, он такой приятненький вроде. Но глянца мне, наверное, пока не хватает. Я люблю, наверное, чтобы еще погуще было, еще пожирнее блеск. По-моему, в его составе какие-то маленькие такие блестяшки, которые делают его таким довольно симпатичным. Ну, вроде ничего так. Но узнавала я блески красивее. Да. Во-первых, мне недостаточно в нем цвета. Он какой-то больше полупрозрачный, чем такой коралловый. Я все-таки надеялась, что он будет поярче. Наверное, все-таки блески от Makeup Pro или от Revolution. От Makeup Revolution в смысле. Я их всегда путаю. Мне нравятся больше. Там больше цвета и больше блеск похож на лаковую помаду. Но все равно достаточно мило, достаточно симпатично. Просто очень полупрозрачный, почти нет оттенка. И глянец незабубенный, как я люблю. Я люблю прям, чтобы стекло такое было. А это просто блеск и блеск. Он почти не липкий. Но справедливости ради, мне действительно кажется, что он не собирается вытекать за пределы губ. Не вижу я в нем таких намерений. И мне кажется, что он собирается вести себя образцово-показательно. Так, теперь надо наносить тушь. Ну все, теперь я настоящая дива. Доделала свой макияж. Правда, ресницы мне не сильно нравятся. Они какие-то сегодня спутанные получились. Мне нравится мой макияж. Да, он получился не совсем летним, а больше таким он получился вечерним, как я уже успела заметить. Но даже в такой вариации на тему, мне он кажется достаточно таким эффектным. Очень красивое сочетание оттенков, к которым у меня совершенно нет претензий. В основном вы все слышали, вы все знаете. Единственный оттенок, который был мною не востребован, это вот этот, который Coral Amber. Но я уже сразу знаю, что он не самый будет мною любимый, потому что это именно такая медная история. И нужно загореть, в общем, под эту всю тему. Но все остальные оттенки, особенно сочетание вот этих двух, мне понравилось очень. Я посмотрела вблизи свою тушевку, но вы знаете, у меня нет к себе претензий. Мне кажется, что я гений тушевки сегодня, как минимум. Вот. Ну, может быть, немножко здесь есть какие-то протоки. В общем, предварительные мои выводы, вы слышали, недостаточно все-таки для меня цвета в этом блеске. Да, он приятен на вкус, он приятен на губах, он вроде не вытекает, все с ним в порядке, но он вообще практически ничего не окрасил. Он какой-то прям совсем прозрачный. Я такое не любить. По поводу крыгинского конкрета, ну, что я могу сказать? Я разочарована. И это серьезно не потому, что это крыгинские конкреты. Я долгое время не покупала, по соображениям неинтереса, прежде всего, к этой косметике. Но когда я увидела именно этот оттенок Salmon, я не смогла устоять, потому что это один из самых любимых моих оттенков, в принципе, для щек. И я думала, и я думала, что если на глазах у нас не срослось, а у нас не срослось, то на щеках все будет в порядке. Но, как видите, как минимум с этим тональным кремом не получилось. Но в оправдание крыгинского конкрета скажу, что, например, румяна от Шесейда Муссовой тоже проедают дырки в некоторых тональниках, а в некоторых не проедают. Поэтому я дам ему еще один шанс себя проявить. Попробую, ну ладно, на двух-трех еще тональниках попробую, а потом уже точно скажу, что я об этом думаю. Тон мне понравился ужасно. Я уже приготовила оправдательный монолог и для себя, и для других людей. Мол, ну ничего не попишешь, введены физические фильтры, процент ввода очень большой. Здесь, кстати, на упаковке где-то он был указан. Ну, мол, надо мириться. Да, не получается, чтобы было и хорошо, и красиво, и плюс, чтобы это защищало. Но нет, получается. Мне очень нравится, как он смотрится. Он по-прежнему пластичен, даже несмотря на то, что он стал кремовым, а не гелевым. Он легко распределялся, никуда не завалился. Я не вижу его на стыках. Ну да, прошло не так-то много времени. Ну, сколько прошло с момента начала съемки? Час прошел. Но за это время некоторые, например, успевают проявить свой характер. Здесь все в полном порядке. Он красиво смотрится на порах. Очень красиво, я бы даже сказала. Я пор сейчас вообще не вижу. Ну, в смысле, они не бросаются в глаза. Они есть, но они такие, знаете, немножко расфокусированные. Везде хорошо, за исключением только вот этих вот мест. Здесь мне не нравится, и я виню крыдинский конкрет. Тональный крем я винить отказываюсь. Он мне нравится. Посмотрим, как он себя ведет. Посмотрим, как он выдерживает манипуляции врача. Потом, как он выдерживает жару тайскую. И я уже точно буду говорить о нем либо хорошие и добрые слова, либо расскажу про его минусы. На этом я заканчиваю сегодняшний ролик. И, пожалуйста, оценивая этот ролик, поставьте мне палец вверх, либо палец вниз. Для меня не полезна только тотальная информационная изоляция. О, вон оно как вернуло. Иногда я собой так горжусь. Я такая молодец. Я такая языкатая. Единственное, чего не хватает моей базовой модели, немножко скромности. А так просто эталон практически. Давайте обсуждать всю эту косметику, которую я вам сегодня показывала, бренды, которые были сегодня в кадре. Интересно пообсуждать другие палетки набло, которые есть, например, в коллекции. Вторая, возможно, у вас есть шестерка оттенков. Там она более такая жизненная и более, наверное, подходящая большинству людей. Может быть, у вас другие какие-то палетки есть, которых нет у меня в наличии. У меня-то всего их две получается. И одна маленькая. Две больших, одна маленькая. Давайте обсуждать косметику Елены Крыгиной. Поздновато, наверное, но почему бы, собственно, и нет. Только будем обсуждать не Елену, как человека, как личность, а будем обсуждать именно бренд. Я, конечно, приглашаю вас подписаться на мой канал, потому что здесь современная, актуальная, классная косметика. Здесь очень хорошая атмосфера. Здесь очень уютно. Люди хорошие собираются. Аудитория вот такая. И, кстати, пользуясь случаем, как раньше по ТВ говорили, я хочу поблагодарить всех тех людей, которые делают скрины моих там роликов либо записывают какую-то часть ролика и выкладывают в Инстаграм. В общем, распространяют информацию о моем канале. Вы даже не представляете, насколько это помогает развитию канала и насколько это приятно для меня, как для автора. Я вас всех виртуально обнимаю и благодарю. Все, увидимся в другом ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok